Всем привет дорогие друзья, с вами канал Игрополка и сегодня мы посмотрим с вами на настольную игру от компании Кроудгеймс Ганеша, автор игры Максим Истомин. Ганеша это один из самых широко известных и почитаемых индийских богов, изображается в виде полного человека с головой слона и с одним бивнем. Количество рук может быть разным и варьируется от двух до тридцати двух. Коробочка кстати глянцевая у игры Ганеша индийский бог мудрости и изобилия. У него очень доброе сердце, а его большие уши слышат все обращенные к нему мольбы. Его покровительство помогает преодолеть любые препятствия и приносит удачу. Однажды путешествия по Индии вы решили посетить храм Ганеши. В центре украшенного цветами зала вы увидели алтарь, заполненный драгоценными камнями, рубинами, изумрудами, бриллиантами и многими другими. Пока вы стояли у алтаря к нему подошел служитель Ганеши в ярком одеянии и обратился к вам. Есть одна древняя игра и сам Ганеша наблюдает за каждой проводимой партией. Решив сыграть, вы должны будете украсить магическую мандалу драгоценными камнями. Тот, кто справится с этой задачей лучше всех, получит благословение Ганеши на грядущий год. Однако важно следовать правилам. И вы замерли во внимании, пока служитель объяснял вам правила игры. Вот такое наступление. Правила у игры небольшие. Всего у нас получается 8, даже 7 страничек. На 8 страничке пояснение по эффектам жетонов и специй. Написаны хорошо и с иллюстрацией. Понятно, вопросов не будет. Обратите внимание, в игре есть органайзер, что не может не радовать. И игры с органайзерами сразу зарабатывают 1 балл к своей оценке. Итак, в данной игре мы будем, как прочитали во вступлении, украшать мандалу драгоценными камнями и таким образом зарабатывать победные очки. А победит же самый умный и расчетливый игрок. Давайте перейдем к компонентам. Это трек подсчета победных очков. Он сборный и он двухсторонний. Стороны отличаются только внешним видом, поэтому выбирайте ту, что вам больше нравится. Я выложу цветной стороной вверх. Он у нас. Так, все правильно. Нет, неправильно. Вот так вот. Вот, собрали трек. Дальше идет три мандалы для разного состава игроков. Зеленые для двух, синяя для трех и фиолетовая для четырех. А мандалы тоже двухсторонние. Одна более светлая сторона, другая более темная. Но отличаются они не только цветом, но и расположением цифр. Да, давайте возьмем фиолетовую. Что такое мандала? Это замкнутая геометрическая система, так она кладется в центр, с равноудаленными от центра, от центральной точки элементами. Такое изображение имеет свой сакральный смысл и оно распространено в буддийских и индуистских религиозных практиках. Мандала символизирует мировой порядок и ее можно назвать моделью вселенной. Я впервые столкнулся с мандалой во время обучения в университете на предмете психотерапии. Мы изучали арт-терапию и одним из инструментов арт-терапии выступает работа с мандалой. Мандалу можно рисовать, то есть создавать свое новое изображение, можно раскрашивать уже готовые мандалы, но интереснее всего создавать мандалы из цветного песка. Такое умиротворяющее действие действительно имеет психотерапевтический эффект. Давайте вернемся к игре и к ее компонентам. Далее у нас идет алтарь Ганеши. Обратите внимание на животных по краям алтаря и здесь у нас ячейки отличаются по цвету. При разном составе игроков используются ячейки одного, двух или всех трех цветов. Дальше идет планшет с жетонами. Это у нас жетон первого игрока. Тоже двухсторонний. Темная сторона. Вот темная сторона и светлая сторона. Это своеобразный, можно сказать, счетчик раундов. Первый, второй, третий, но игра идет не по три раунда, там раундов больше. Жетон и спицы. На обратной стороне у них, скажем так, рубашка, а здесь непосредственно уже описан определенный эффект. Мы его видели на последней странице правил. Картон. Выдавливается все хорошо. Картон как жетонов, так и компонентов. Алтарь даже нет такой же, наверное, по толщине. Плотненький, хороший картон у всех компонентов. Это у нас планшеты игроков. Они отличаются по цвету. Зеленый, желтый, красный, синий. А также, обратите внимание, изображения тех же самых животных, что и на алтаре ганежи. С обратной стороны просто у нас цвет. Четыре деревянные фишки игроков. Это животные наши. Они будут, так, это обезьянка у нас, бегать по дорожке подсчета победных очков. С единички. С нуля. С нуля. Здесь ноль есть у нас. И будут передвигаться. И последнее. Это мешочек с названием игры и изображением ганежи. И драгоценные камни. Вот так выглядит органайзера. Удобно, хорошо. Все лежало. Удобно. Будет и легко доставать перед игрой и все это обратно убирать. Игра рассчитана на игроков от двух до четырех. Давайте посмотрим на наши драгоценные камушки. Их 60 штук. По 12 камней красного, зеленого, синего, фиолетового и желтого цветов. Камушки сделаны интересно. Они похожи на кубики. То есть, у них есть такие четкие грани. Они легко лежат. Но при этом у них... Ну, в смысле, не такая как попала форма, а четкая геометрическая форма. Правильная со всех сторон, можно сказать так. Вот. Вот. Эстеты будут в восторге. Ну, не только от камней, но и от всех компонентов игры. Камушки будут жить у нас в мешочке. Что касается игрового процесса. Мы будем брать, ну, перед игрой из мешочка будем доставать драгоценные камни и размещать их на алтаре Ганеши. Давайте вот так разместим. Если будете играть со специями, да, то специи будут занимать ячейки на алтаре и вводить в игру дополнительные эффекты. Так, мы будем брать драгоценные камни с алтаря Ганеши и располагать их на своих планшетах. А потом мы будем их из планшетов перемещать на мандалу. На ней есть вот циферки и получать за это опобедные очки. Но о самих правилах мы поговорим с вами в другом видео. Надеюсь, что от данного видео и от игры вы получили такое же эстетическое удовольствие, как и я. Ведь выглядит она просто потрясающе. Также надеюсь, что видео было интересным, а самое главное, что оно было полезным. Если это так, я очень рад. А на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и до новых встреч!